Новая суперсовременная бережливая поликлиника открылась в Кстове. В торжественной церемонии открытия принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин. Центр работает по системе добровольного медицинского страхования и снащен лучшим оборудованием своей линейки. Поликлиника рассчитана на 140 человек. Как отметил глава региона Глеб Никитин, это хороший проект, серьезно улучшающий ситуацию здравоохранения области в целом. Такие проекты занимают особую нишу здравоохранения и медпомощь по добровольному медицинскому страхованию для работников промышленных предприятий и людей, которые заинтересованы, чтобы получать услуги по индивидуальным уникальным требованиям, подытожил Глеб Никитин. Здесь тесно налажен контакт, в том числе, с государственными стационарами. И работники, которые здесь сейчас нас встречали, они в основном выпускники нашей Нижегородской медицинской академии, либо жителей Кстова, либо Нижнего Новгорода. Это еще и рабочие места, рост некого общего уровня профессионализма и специалистов в области. Мы работаем по новым технологиям, то есть у нас полностью электронные документы оборот. И наши доктора в любой момент в режиме реального времени имеют информацию от других своих коллег и также могут пользоваться базой рентген-диагностической. То есть зайти, оценить, кроме заключения врача-рентгенолога, безусловно, они еще зримо сами оценивают рентгеновский снимок. Это поликлиника нового формата, нового типа, то, что называется бережливыми поликлиниками. Также в торжественной церемонии открытия принял участие президент Лукоилов Агит Олег Перов, глава компании с рабочим визитом в Нижегородской области. Вместе с Глебом Никитиным он оценил, как реализуется инвестиционное соглашение по строительству нефтехимического комплекса. Вагит Олег Перов сообщил, что проект в стадии реализации. Будет создано 200 рабочих мест. В целом инвестиционная компания в ближайшие 5-7 лет составит более 100 миллиардов рублей. Мы считаем, что инвестиционный цикл, который мы сейчас начали за счет строительства комплекса глубокой переработки, это будет длиться где-то 5-7 лет, потому что в него входит и модернизация битомной установки. Мы считаем, что мы должны здесь выпускать лучший битом, который будет востребован уже не сегодня, может быть, а послезавтра. Послезавтра мы будем готовы к тому, чтобы рынок получил модифицированный битом, который бы улучшил качество дорог. Мы рассматриваем вопросы строительства еще одной установки, которая увеличит на 400 тысяч тонн производства бензина. Продолжение следует...